Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий, а особенно стратегическим жевжикам. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на последнем уровне сложности знакомиться с русскоязычной версией Old World. Они наконец-то её выпустили за хеттов. Мы играем, у нас тут большие проблемы, но лучше, если вы случайно наткнулись на это видео, перейти к первой серии и начать смотреть с самого начала. По-моему, прохождение очень динамичное получается, именно из-за того, что большие-большие проблемы. Так, подождите, прежде чем... Так, мы стали открыли, это значит, что мы можем строить, кстати... Даже не строить, а апгрейдить мечников в... Где он тут? Подожди. А почему нету? Может они должны быть полностью вылечены сейчас? Подождите, я найду, у меня есть вообще мечник? Вот, например. Да, должны быть полностью вылечены, чтобы, видите, до топорщика, либо до копейщика. Но я лучше до топорщика, потому что копейщик, он против конников, а топорщик как бы универсальный такой. Ладно, мы ещё подумаем, конечно. С конями придётся разбираться. Так вот, давайте ремонтировать. Потому что, опять же, минус к несчастью, не минус, а большой прибавка к несчастью идёт из-за сломанных укреплений. Уберу свою рожу. Так, по очкам мы вон уже в два раза от Вавилона отстаём. Тут ещё у нас Рим, типа, наше место занял, я так считаю. И у нас приказов постоянно мало. А, да, давайте вот. Я город хотел поставить сначала. Причём вот сюда ставим, чтобы сразу всё захватить. Там, может быть, ещё и до слонов доберёмся. Так, кого мы будем ставить? У нас каждого города по одному, ну, в семье у нас вообще по одному городу, так? Есть ли у нас что-то на сети? Нету. Торговцы, может, добавить несколько дорог в год. А, ну, как раз поэтому я тут юнит быстро дороги строит. Быстрее деревни растут. Кстати, плюс один приказ за ресурс в слитках. Причём тут почему-то это жемчуг считается. О! То есть нам точно надо торговцев ставить, а у нас три жемчуга здесь. То есть у нас будет плюс три приказа. Нам надо именно торговцами ставить. И у нас ещё и у них расстроенные отношения. То есть как раз поставив их в город, мы улучшим отношения. Отлично. Получилось очень хорошо. Так, сразу давайте, наверное, жемчуг обрабатывать, конечно же. Я только не знаю, наверное, там он не сразу будет давать... Не когда мы обработаем жемчуг, а когда тут появится специальный... Ну, короче, посмотрим, как оно будет действовать. Давайте сразу с рабочего начнём. Хотя у нас тут есть рабочий, но надо ещё одного сделать, я считаю. Двое торговцев, дорогами соединены. Так, всё. Тут, кстати, очень всё неплохо получилось. Что? Очаровательные греческие слуги подносят к вам сундук, заполненный золотом. Это подарок от царя Антигона Великого из Греции. Прошу считать, это скромный подарок жестом доброй воли. Ну, почему нет? У нас хорошее отношение с греками и с Римом. С Римом вообще союз. О, если вы желаете заполучить... А, они хотят 320 денег за теху. О, за счёт того, что у нас любознательный наш лидер, наш король, мотовелоспособный, мы сейчас случайную теху получим. Составной лук. Зашибись. Так, подождите, дайте я закрою, хочу посмотреть. То есть, мы сейчас лучников можем ещё... Прачников в лучников апнуть, я так понимаю. Где у нас составной лук? Да. Прачников в лучников сможем делать. Ну, или просто лучник. У нас, по-моему, один только прачник на самом деле есть. Так. И этот у нас бежит обращать лусну. Так, что дальше? По событиям башмачник. Герцог Тутейши и его друзья нежеланны на видных светских городских приёмах, поэтому они проводят деньки на ближайшем рынке в компании эрудированного сапожника и его компании купцов-философов, изучая философию и искусство дебатов. Действительно, что в академических кругах не признают подобное учение, Тутейши находит такой опыт невероятно ценным. Либо отчитать, и он станет дисциплиниром. А как у него вообще горделивый? У него тупо отвага, плюс два пока что. И мнение о вас расстроенное. Остроумный, серийный, праведный или рисковый? Ну давайте, давайте попробуем. В школе всему не научат, и он становится праведным. Качественным. Он, кстати, у нас, по-моему, один из наследников. Да. Ведь он настоящая королева Хаймарса, а потом герцог Тутейши как раз. И он праведный неплохо. Это минус два к несчастью будет. Ваша недавняя потеря воодушевила семьюхат Тусанов. Долгое время ожидавший подходящего момента, чтобы усилить свое влияние. Наместник Дудхалия прибывает во дворец, чтобы поддержать... А, требуя поддержки для своего народа. Он заявляет, что вас больше не беспокоит благополучие его народа, ибо горе полностью ослепило вас. Так, это у нас семья, вот эти, да, как раз мы им... Так требуется царь Мотовила скорбящий. Значит, скажите жителям Халеба, что я поддерживаю их. Мы можем за 650 монет снизить несчастье и дать культуру. Неплохо. Так, ты не посмеешь наживаться на моем горе и горе моих подданных. Плюс 2 к легитимности. Но 80 несчастья в Халебе. И... Хецкое царство заслушивает большего. И семья Хатусанов тоже. За счет большой харизмы... О, мы можем его посадить. Между прочим. Пленяет угрожавшего врага. Получаем легитимность. Плюс 2. И 85 цивиков. Вы знаете, я соглашусь. Давайте его посадим. Фиг ли он тут к нам приходит, что-то угрожает. Так, а вот что же нам дальше открывать? 4 житницы, 6 казначейств. Давайте бесплатного рабочего. Один ход всего лишь. Бесплатный рабочий всегда хорошо. Так. Теперь у нас появились 400 цивиков. Можем принять какой-нибудь закон. Рабство или свободу? Да, но за городского специалиста у нас нету пока городских специалистов. Так что... Не передавайте. Давайте тогда цивики потратим на... Наместников в городах. Здесь у нас... Блин, тут хреновый на меня. Ну, тут плюс... Вот давайте, наверное, эту харапсеки-воительницу выберем. Так. Тут у нас сидит... Царь, кстати, а что он делает? Будучи лидером, за легитимность можно приказы выполнять и разведчики невидимы. Ну, ладно. Так, в Халеб. Кого можно? Адашара, министра. Почему они все дают плюс к несчастью? Какого хрена? Потому что они расстроены по отношению ко мне. Вот почему. Ну, вот это, конечно, прикольное. И она глава Хатусан. Но дело в том, что она тяжело больна. Если я сейчас ее назначу, потеряю просто 100 цивиков и два приказа. Любитель верховой езды. Ладно, давайте этого назначим. Так, здесь я хочу вот этого добить. А вот эти должны лечиться у меня, чтобы их можно было апнуть. или атаковать лучше пока. Блин, надо было мечником тут добивать. Я что-то что-то тупанул в очередной раз. Ладно, проатакую так. И встану сюда, куплю приказ, вылечу, вылечу. Так, пока так. Опять закончились приказы. А у нас ни меда, ни мед и оливки. Вообще не видел нигде рядом. Честно говоря. Так, значит, у нас 4 города, у греков 3, у персов. О, умер. А что так у нас умер? Погиб на службе. Ну, охренеть. А что так? Он даже не болел, нифига. Ну, блин. Бесплатная колесница. 5 ходов ради колесницы. Нет, нам надо что-то все-таки открывать лучше. Лесничество ведет как раз к рощам. Так что, наверное, лесничество будем. 9 ходов. Видимо, что-то случилось. так, нового наместника, наверное, царицу назначим. Да, она крутая. Блин, а вот этот вообще, ну, блин, 70 лет. Вот этот тоже крутой, но ему 70 лет. Царицу назначим. Звонят колокола, скорбящий лютного дня от улицы, царя Мотовела справедливого не стало. Ну, реально быстро, что-то, 74 года. Это конец эпохи, и жизнь в Хецком царстве полностью замирает, чтобы почтить память нашей ушедшей правительницы. Правителя. Почему правительницы? Так, коронация. Какой правительстве вы хотите быть? Так, во-первых, как у нее? Она фанатка. Да, кстати, ее... Это что значит? В качестве генерала, неважно, будучи лидером. Мне религия, для религии лидера плюс 60, то есть у нас с иудаизмом офигительная сейчас. Нам надо, чтобы хатусаны еще стали иудеями, и вообще будет зашибись все. Можете совершать ускорение производства за муштру. Нормально. Ну, опять же, повторю, все ускорения, ну, это ускорение в городе, например, сейчас вам покажу, вот здесь, видите, можно ускорить, но все ускорения добавляют несчастье. Хотя, вот тут плюс 16 всего несчастья. Ладно, короче, я подумаю еще. Итак, нужно положить все силы, чтобы быть праведной. Плюс одна харизма, но минус отвага. В принципе, ничего так, потому что у нас отваги немерено. Плюс еще 150 цивиков. Окружить себя талантливыми людьми искусство. Плюс одна мудрость, но минус дисциплина. Дисциплина – это деньги, мудрость – это наука. И 120 культур и в Хатусе. Вести тихую жизнь, посвященную изучению философии. Минус отвага, но плюс дисциплины. Плюс 100 науки, кстати. Мы половину лесничества откроем. Я и так идеальная правительница. Не знаю, мне почему-то нравится больше вот это. Быть праведной. 150 цивиков и плюс к харизме. Почему-то, я не знаю почему, но Хаймарс будет праведной. Так, переходим в иудаизм. Анголоски наследия царицы Сатабандеры Могучей все еще слышны по всему хетскому миру. Ее имя приводят как пример идеального правителя и она навсегда увековечена во многих сказаниях, песнях и постановках. Как царица не посрамить такое великое наследие? Этот вопрос снова звучит у вас в голове, когда вы рассматриваете очередное прошение на установку статую великой правительницы. Так, амбиция заключить мир с тремя племенами или нациями. Контролировать пять старых специалистов. Давайте я найду пока собственное. Давайте у нас вот тут еще висят на 20 ходов. Четыре житницы построить. Ну вот, шесть казначистов мы прям сто процентов не сделаем, потому что для этого шесть городов должно быть. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, сделали третью деревню достраиваю. Отлично. И сделали рабочего. Игра предлагает мусеен. Что за мусеен? А, музей типа мусеен. Фигаси 7 науки. Вообще, это интересно. Подожди, так это, наверное, чудо. Наверное, чудо какое-то. Да, вот оно. 800 камня, 400 дерева. Плюс 50% к науке. Вообще, было, конечно, круто это построить. Но, давайте займемся как его житницами. вот где ее лучше всего поставить. Кстати, вот рядом с этим. Вот здесь где-нибудь. Вот сюда, я думаю, ее поставить. Так, тогда давайте вот этим. продолжим восстановление в городе. Мечник может улучшить. Давайте глянем в отличие от топорщика. топорщик 5 сил и 2 перемещения. Зона контроля может укрепление. минус еда и 2 железа. А копейщик то же самое, кстати, но у него антикавалерия и пронзание. Антикавалерия пронзание это кстати, может копейщика действительно. Потому что пронзание это соседнего. Так, а тут анти-против древкового оружия это кто? Как раз против копейщиков лучше работает. И раскалывающий атак, так же начинающий урон по клеткам справа и слева. Ага. Короче, значит, разница в том, то есть у них силы одинаковы. Но копейщик против кавалерийских юнитов и атакует вот, например, вот тут юнит стоит, а вот этому юниту он за ним даст еще, по-моему, 25% от урона, который он дал по этому юниту. А мечник как раз против копейщиков и наносит урон вокруг себя. Тоже примерно в таком же виде. Ладно, все равно мы сначала рабочим походим. Я хочу эти строить домики и вот тут. Не понял, где у нас баба и надо все. Вот, деревню, деревню. Все, ноль приказов. Пока заканчиваем ход. Блин, там вот греки уже, видимо, зачистили. Так не нравится, что Рим и Греция через меня ставят города, что это очень немножко тупо. И уже Греция ведет по село. Все, я в четыре города играть, что ли, буду. с другой стороны, я с Грецией могу повоевать или с Римом лучше. Так, царица Карфагена мертва. А мы что, с ними уже встретились? И царь Греции мертв. Племенной налет опять около Хатуса. Да вы достали. А вот встретили Карфаген. Так, можем заплатить. Да нет, давайте просто перемирием, если хрен знает где Карфаген, чтобы ему платить за хорошее отношение. Ну, смотрите, что происходит. Ну, как вот с этим вообще бороться? Я не знаю. из-за границ нации до вас доходят вести, что умерла другая права. О, как раз мы их встретили и заодно прокачали царицу. Окей. Нашим гражданам очень полюбились ваши явства, сообщает приезжий посланец. Не согласитесь ли вы заключить мир с Карфагеном, чтобы мы могли укрепить торговый уст? Так. Просто мир. Давайте отпразднуем. Ну, кстати, давайте задумайте обходительный плюс два к харизме еще. Сколько лет нашей новой? 47. Блин. Так. Доходит, что умер царь Греции. Верховный советник по-доброму взирает на вас. Иудейский совет хетского царства нуждается в вашем наставлении. Идет обсуждение того, является ли война приемлемым способом распространения нашей веры? Или же лучше стремиться к личной близости с божественным? С моей подачи они хотят довериться вашему мнению по этому вопросу. Так, это на амбицию. Священная война либо либо паломничество. Это опять же в законах. Это нам еще открыть надо будет. Так, где это? О, это очень далеко. Не, лучше отказать. Потому что невыполнение амбиции снижает легитимность. Поэтому я бы лучше этим не занимался. куплю приказ. Буду деревню строить. Так, до сих пор не восстановили все. Ну что, опять на меня попрутся? Или все-таки вот этого копейчика прачника греческого завалят. Там тут прачник, тут прачник и колесница. Но варвары попрутся ко мне, да? Мне кажется, все-таки на высоких уровнях сложности надо эту штуку отключать. Что-то очень, очень часто они ваш муж вашего мужа знают как робкого человека. Учителя вашего сына Тутейшего сообщают вам, что по его словам он общается напрямую с Богом. Это проведение одновременно пугает учителей и приводит их в восторг. Они просят вас написать Тутейшему, чтобы наставить его на верный путь. призвать его следовать своему зову. Он может стать благословленным, вдохновляющим, набожным, эскетичным или безумным или настоять на том, чтобы он не общался с Богом. Давайте рискнем. И вдохновляющим. Отлично. Все города будут плюс один культура иметь. Так, следующая амбиция убить 10 воинов с лидером генералом. Контролировать 5 старых специалистов. Ну и третьего уровня. Отправить другим нациям мед. Давайте вот это попробуем, кстати. то есть у нас должны быть генералы у юнитов. Так, этого улучшаем до топорщика. Даже сюда спрячусь в лес. А что, я только одну могу тут делать пока? а, блин, только одну деревню пока могу. Ладно, тогда пошли рыбу. что там не хватает дерева. Так, вот мы обработали жемчуг. Давайте смотреть. Не должно вроде приказа добавляться. лус на плюс один и два. Да, слушайте, сразу добавляется, даже можно без спица. Вау. Это мы круто тут короче. Так, казначейство я бы не строил. Может, больше офицеров сделать пока? кстати, надо было юнитов тут как-то разместить. Крабы, 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 рыба. Слушайте, а храмы и монастыри мы еще не можем строить, да? Это далеко. Вот, монашество надо открывать, конечно, чтобы монастыри построить. Ну, то есть, я к тому, что нету смысла нам последователей иудаизма сейчас делать этих пророков иудаизма, последователей иудаизма. Ладно, давайте на крабов еще спеца. так, а тут две деревни мы можем, но тут деревню надо где-то и одион у нас еще не открыт. Зато можно стрельбище. кстати, давайте. Прачника туда определим. Будет прокачиваться. Короче, мы чисто в оборону играем, потому что я не знаю, тут я не могу ни на кого нападать, когда у меня просто постоянные вот эти набеги. когда у нас хатусаны станут иудеями, интересно. слава богу, там. Так, Вавилон стал зороастризм, Рим в состоянии мира с Грецией, верховный советник Циципас умер, жаль, там хороший был советник, и нет, это пока только лидер в иудаизм перешла. Ваш двоюродный брат, верховный священнослужитель иудаизма, Рави, Рави нам стал. Так, верхом на лошади в сопровождении элитных персидских воинов прибывает посланник из Персии с следующим сообщением. Царица Парисатида неудачливая, из Персии желает избежать конфликта. О, кстати, но судя по тому, что она на последнем месте вместе с нами, она реально неудачливая. Но только присоединить, что мы выплатим дань? Нет. Мы же хрен знаем, где эта Персия. Пускай война будет. Так, нового верховного советника надо выбрать. Патриарх. Но мне искал бы, что мне много муштры требуется. Мне так плюс 205. Я бы еще какой-нибудь помладше выбрал. Вот, хотя 49. Давайте вот этого герцога минус 3 муштры меня вполне устроит. Так, что там вообще советник может? Он может семьям дары давать. Знаете, что, давайте мы отправим в государство, в Рим и в Грецию торговые соглашения. Сейчас мы в Рим. апгрейдим. теперь смотрите, ну по идее должен, ладно, сейчас мы этого еще апнем. Этот у нас генерал. Так, ну попробуем. Если я вот так атакую, а, значит, только если перед тобой, видимо. Ладно. пока проатакуем. Блин, а надо было убивать этим. черт. Минус юнит неправильно убитый. 708. Так, 708. Ладно, не буду пока этим рабочим двигаться. Закончу ход. Да, слушайте, на последнем уровне сложности такое ощущение, что ты можешь только в оборону играть. Я не очень себе представляю, откуда мне тут взять такую кучу приказов. Тут, если вы удивляетесь, почему она уменьшилась, когда вы делаете улучшение строителям, это один приказ каждое улучшение. у нас считать раз, два, три, четыре, 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 пять. О, а вот персы оказываются у нас тут. Греческие войска защищают римский город. Так, в Фессалониках основано христианство. Надеюсь, греки не подпадут под это пагубное влияние христианства и останутся братьями и иудеями. Ваш брат всегда следует строгому режиму и никогда не идет на поводу соблазнов плюс дисциплину. Город Халеб перешел в иударизм. Имеется в виду, это, видимо, губернатор Халеба. Ну, подождать. Видите, у нас не принято никакие из этих догматов, поэтому мы просто ждем и следим за развитием событий. Так. Ну, наверное, мудрость развиваем. Как быстро летит время, герцог Арнуванда вырос и во всю тянется к знанию. Это, по-моему, ваш сын второй в очереди. то есть будет давайте, наверное, политику. Однажды за вечерней трабицей вы наблюдаете за тем, как дурацкий шут вашего наследника сударь лошадиный зад танцует у царского стола. Так себе развлечение. Готовясь ко сну этой ночью вы чувствуете острую боль в сердце, колющую, сжимающую агонию. сударь лошадиный зад должно быть подсыпал что-то вам в напиток по приказу принца Ух ты! Царица умирает нифига себе! Сынок отравил! Вау! Вау! Но этот чувак похуже, чем... Стоимость улучшения правда старая уже 65 Давайте просто умные сделаем чтобы наука немножко покачалась Да Вот это поворот У нас за эту серию уже третий третий царь Сынок то убил мамашу Ай-яй-яй Интересно А как я могу вообще как-то отбиваться от этой беремы? Так я пожалуй начну с пастбища потому что она добавит Блин 106 стало С царицей было 200 осталось 106 просто да да уж так Блин чуть-чуть не хватает Ваша обувь Ведь правление хетским царством занимает все свободное время Через неделю состоится коронация Так Фанатик судья строитель скорбящий Давайте строитель Время строитель уменьшается на 1 год Можете добавлять городские клетки Улучшения могут строить несколько рабочих и все города рабочих строят на 50% быстрее плюс еще дисциплина как раз Да наверное я фанатиком хочу Не фанатиком извините строителем Так нужно нового наместника выбирать Причем царя я так понимаю мы не можем пока выбрать минус 22 монет ну в принципе не лучше вот это минус муштра зато вот это плюс плюс рост Так тут я возьму суровую первая житница есть вторую житницу тут не ну тут одеон и надо будет делать блин где мне еще житницу поставить давайте вот тут так куплю приказ чтобы сюда генерала назначить минус пять защиты минус три вот этого патриарха пожалуй так это для того чтобы вот эту амбицию выполнить попробовать контролирует шесть казначейства мы точно не выполним так здесь у нас соль надо обработать здесь у нас соль надо обработать это все ресурсы блин надо лучника как-то сюда в лус ну чтобы с этой беремой персидской бороться там стало лечиться почему-то вон греки поставили уже город на том месте а что нам только сейчас сообщают что она погибла на прошлом ходом погибла о наместница кадеша погибла на службе да господи почему-то все дохнут наконец-то семейство хатусанов в иудаизм перешло харапсаки воительница нам стало известно что на наместника ордашара министра наместника халеба а он что перс или это снизошло откровение о своем опыте правления как ему дальше получать подобные прозрения внимательно слушать политических советников плюс дисциплина либо искать знания в книгах и речах ученых мужей наверно ученых мужей пускай мудрость так вам еще многому нужно научиться в роли царя власть и ее нюансы всегда занимали вас в детстве вы все время наблюдали за тем как придворные дискутируют приглушенными голосами и выразительными жестами полными благородной надменности теперь вы желаете постигнуть тонкости политики царственный становится храбрым становится мастером щита становится преданным но я бы наверное преданным потому что мастер щита и храбрый это нужно а позитивно я же его смогу назначить блин надо вообще подумать у нас вот в кадеше кстати блин минус 25 умные про 60 лет мне кажется бессмысленно немножко сейчас тратить ладно давайте про атакую убью опа осмотрите не блин неужели это наследие означает что мне надо убивать те юниты к которым прикреплен генерал так это же нереально выполнить вообще даже даже не в этой партии а вообще вот в принципе в партии черт ну короче я вот две амбиции сто процентов не выполняю это это значит только что минус десять минус десять легитимности будет ладно я бы его тогда наверное все-таки преданным сделал я его посажу губернатором в город потом велика вероятность что война с Персией станет вашим единственным наследием вы завоевали славу великого полководца но неужели на этом наши стремления кончаются это нам предлагают тут амбицию взять ну кстати вот это возможно смотрите у нас уже мир с Карфагеном и Римом нам надо с греками заключить мир это вполне возможно давайте попробуем так ну тут я надеюсь царя посадить губернатором маяк кстати там еще и гарнизон надо надо строить так в столице 4 хода лесничества открывается тут я строю так знаете что давайте просто куплю два приказа так как я строитель видите за один ход построится так а а этим ладно пропущу ладно вот пользоваться тем что мы строители то что у меня царь строитель и все быстрее может строить значит может добавлять городские клетки я так понимаю что мы можем становиться на клетку и по-моему за деньги ее добавлять плюс мне вот в этом городе гарнизон надо построить вот тут конечно вопрос в какую сторону против вавилона или против миров все-таки против вавилона гарнизон надо ставить о тут мне сейчас должен сработать этот наш посол и я и я успешно установила торговые отношения с Римом какую же выгоду получит сторона от свободной торговли между двенадцами так что-то мне за приказы не хочу а так я только могу 10 железа получать за что-то ну это бред ну что это за предложения такие нет я это не буду торговать так давайте попробуем с Грецией мир заключить просто мы хотим мира наверное мир дружелюбное дружелюбное 218 у нас даже отношения лучше чем с Римом по идее просто мы хотим мир блин 200 цивиков стоит предложение в академии все обсуждают копию речи произнесенной неким прославленным преподавателем политики одним поздним вечером к вам с очень задумчивым видом приходит принц Арнуванда я размышлял об этом весь день в тексте сначала говорится что добродетели невозможно научить а затем упоминается что изучение риторики лучший способ научиться добродетели никак не могу взять в толк так тут вот это можно было бы если бы у нас мудрость была два и больше станет праведным ну ладно давайте праведным тоже неплохо так на чего бать давайте на не на санов поставим у нас с ними отношения похуже о минус 40 несчастья в кадеше плюс 60 культуры в холебе и нам плюс 60 опыта тут еще уже такой секси стал кстати можно ему наследника найти я думаю ой не наследника брак я бы с греками наверное попробовал он вообще там сколько крови 50% а так у него батяня грек был да тогда давайте с римом еще рыбака в кадеше офицер ученик да о можем уже царя назначить давайте царя сюда назначим м6 приказов осталось две житницы сделали блин нам надо где-то житницу явно вот в этом городе сделать причем наверное рядом с реками может вот сюда житницу я здесь к бане будут нужны потом черт ладно давайте сюда так тут куплю приказ чтобы быстрее вот тут домик сделать и тут у нас два блин тут еще надо повоевать видимо придется приказы покупать вот видите я наношу урон всем сразу обоим точнее так просто почти всю муштру потратил на но не должны мне тут этого убить извините там уровень еще генерал я думаю норм так мы не встретили еще только Египет и Ассирию ну Карфаген конечно улетает как и Вавилон у нас тут меня Рим и Грецию просто в очень на очень узкий пятачок посадили хорошо мы иудаизм успели к ним распространить охренеть как там выжил этот так предложение брака из Рима Тулия дипломат 4 харизмы 1 2 отвага 20 монет получу может быть наместником или послом кстати у нас скоро посол умрет а это воинственная не знаете что давайте дипломата хороший вариант ходят слухи что герцогиня Кали с каждым днем все больше похожа на свою мать и она станет праведной окей спустя годы заточения в тюрьме Хатусы Дудхалия города Халеб передает вам свою смиренную просьбу мой царь несчетные часы там Мерюсь я ну кстати это которые претензии высказали я думаю что он научился многому тем более что не я его сажал а моя мамочка которую мы траванули так что давайте выпустим так офицер ученик предмет роскоши мы обработали кстати я еще могу вот здесь наверное сделать житницу так тут я отойду в хатусу чтобы не убили мне опять код еще куда-то очень интересно греция конечно расселяется так что что нам тут делать пастуха вообще у нас там два гражданина а почему пастуха а не фермера например плюс 6 вход 2.6 будет мне кажется фермера в данном случае лучше а что посол делает а мир с грецией ну надеюсь пройдет очень надеюсь да ладно сломал шахту ничего себе посол погибло здесь она успела мир заключить но это трындец о боже никогда так то мы сейчас новую нового послан как раз наша жена будет хотя вот смотрите тут есть да тут есть получше хотя давайте лучше жену тут мнение в 15 хотя в 15 довольно много 15 разница блин я с вавилоном мне нравится они там довольно близко от нас ладно давайте хантер расточительную опять отправляем грекам мир давайте цивиков не хватает ладно так великая торговец умерла на похороны прибывают правители многих наций в том числе греческая царская семья употребив больше вина чем следовало юная греческая наследница перестает следить за своим языком называя усопшую мерзкой гадиной и безмозглой овцой она даже делает завуалированные угрозы в адрес придворных покойной придя в ужас от такого поведения диатима это королева да царица точнее отчитывает фиану наказав ей принести извинения царица просит у вас прощения новый статус любезный или неотчесанный но вот я лучше это ненужные извинения чего еще ждать от фианы царица подвлея я думаю что просто это наследница потому что она наверное сестра я надеюсь что она еще и витя не иудейка чего ждать от не иудейки поддержим царицу и под наше влияние она попадет лучше отношения станет с ростом недовольства в кадеше граждане становятся все более организованы так кадеш получает автономия не это что такое не не плюс три мятежника я понимаю все но что поделать давайте мы ее отправим гулять по миру посла мы уже выбрали так вообще я бы давайте доделаем соль здесь и начнем гарнизон делать игра предлагает здесь но я наверное где-то здесь поставлю как раз против вавилона чтобы было так где у нас кадеш появились ага так ну нам есть чем ответить я надеюсь так блин мне чуть-чуть не хватит что ли а хватит соточка еще слава богу да ну конечно ну в кадеше тут постоянно нападают поэтому у нас постоянно здесь несчастье происходит восставшие еще два хода до жемчуга но там надо в лусь я буду постоянно жемчуг обрабатывать хотя соль тоже можно будет тут ищик каменщик ну да мы уже много чего 4 житницы сделали зашибись чувака выпустили из тюрьмы через 2 года он умер у нас наследница принцесса осумуникал родилась после открытия критского моря зарастрийские христианские священники на ножах друг с другом каждый заявляет что эта земля священна для их и только их религии а нам вообще есть дело мы вообще иудеи давайте глянем так 800 муштре я точно не хочу лесничество сейчас лес будем добывать бесплатный лучник 7 ходов не давайте архив откроем это науку я во всех городах архив сделаю чтобы на науку хоть как-то прокачаться так смотрим у нас только зарастризм в одном а не христианство в халебе еще есть черт ай блин давайте с зарастризмом немножко улучшим потому что видите тут есть последователи зарастризма очень много так что лучше с ним наверное подождать и наблюдать за развитием манихейства так наш царь наверное мудрость качаем кланяются у трона не осмеливаясь встретить ваш проницательный взгляд их прислали просить вас о помощи будущее поколение греков не забудет о вашей щедрости поделимся едой еды у нас дофига почему вы только мир с вами заключать не хотите так ну я короче за зарастризм изучая политику герцог Арнуванда стал пользоваться популярностью в качестве посредника усмиряя споры между учениками учителями и даже гостями школы недавно ему удалось снять напряжение между семьями ненассанов и хатусанов давними противниками они бесконечно благодарны так ему сойдет сконцентрироваться на учебе дисциплина и дать ему самому вести уроки да давайте цивики попробуем сейчас на мир послать командир одного из отрядов копейщиков хатуса получил множество докладов о разбойниках да вот наверное все-таки вы следите и убейте их потратим приказа но там иначе они будут у нас бедокурить так давайте нашу наследницу как-нибудь переименуем а сумма не кал не знаю хо-хо не хо-хо вот так давайте будет а хо-хо не хо-хо дальше посол отправляет предложение с миром в Грецию причем какую-нибудь дань мы готовы платить даже дальше эту лечим тут уровень кровожадный возьмем я кровожадный я беспощадный я злой разбойник бармалей так окей рабочие так тут я хочу гарнизон блин там надо два нет не надо два соседства отлично только с помощью гарнизона можно губернатора сажать рыбак завершен ну форум наверное построим так в кадеше стены постоянно его атакуют и у нас шесть рабочих без дела я бы лесопилку начал строить лесопилки лесопилки реки вдоль не реки в смысле лес вдоль рек только блин можно мне развитие глянуть нет ну кстати второй домик можно делать так что давайте я сюда пойду я думаю блин рим куда-то ведет поселенцы еще где они там места находят персии тут городов немерено ну короче мы тут зажаты офигительно там народ развивается вовсю города ставит ну еще сына родили так хорошая новость от Рэд Копейщиков который мы отправили на защиту дорог одержал победу напряженной сфатки и перебил большинство разбойников отлично наверное хотя точность тоже ну блин надо против племени постоянно набегают добили ой тут кстати можно третий домик ставить имею в виду третью деревню ценители культуры в Кодеши ну потому что повысился культурный уровень планируют устроить конкурс поэтов чтобы воспеть воспеть свой чудесный город они хотят чтобы их наместник царь Тутейши каменщик принял в нем участие преодолеть свои страхи не я бы мудрость мне очевидно очень плохо с наукой я отстаю именно по науке я так считаю так у нас появился жемчуг обрабатываем еще а этот же жемчуг хатусаном передаем блин надо лесопилки начинать строить конечно будь здорова так еще два ладно поможем с деревней ну что мы сможем закрепить потому что вот эти мы точно не можем выполнить вот прям сто процентов это мы поэтому нам важно вот эту выполнить чтобы как бы нивелировать минус по легитимности вот за провал этих амбиций вообще на самом деле я вот могу например здесь город по моему поставить и здесь или нет или только район или не могу я о 102 золотов ну я согласен нормально выполнили и мир с греками я считаю что это очень хорошо так лечим пока пропущу лечим лечим все дорого еда только самая дешевая есть гарнизон можем сюда добавлять так у нас есть царица консорт жестокая вот эту наверное любительницу природы 23 года нормальная выглядит нормально так у нас во всех городах есть наместники проблема в том что городов мало так вот тут еще домики надо начинать столице фермер готов ну пора наверное форум например как ни странно у меня дофига все еще камня слушайте ну что скаутов пора задействовать дальше исследовать территории благовония да метафизика конечно мне надо будет сразу везде архивы мы очень сильно отстаем по науке очень сильно так а второй у нас где скаут стоит ага все здесь не знаю что мне персия угрожала объявила войну с нихрена просто вообще ничего сделать не может просто стоит там беремый и все армию она перекинуть не может интересно вообще тут возможно четырьмя городами выиграть офигеть а какое событие произошло блудный сын фиг знает да а это тут наверное который путешествовать я отправил давайте лусно получает произведение искусства но эти нам не написали какое событие произошло теперь когда герцог арнуванда завершил обучение политики чем он займется при дворе дипломатом или героем давайте наверное героем ладно после многих лет исследований калий триумфально возвращается в хатусу пока столица празднует ее прибытие нам стоит поразмышлять о ее будущем право голоса при дворе стало бы лучшим способом отметить уникальный опыт калия так советница при науке по науке мудрость по торговле давайте по науке о я не был иудеем сорян старейшины семьи кусаранов пригласили вас посмотреть на выступление своих лучших солдат амбиции открыть технологию конский доспех и строй коры это вообще без шансов ладно нет откажусь минус у нас так хорошие отношения так что переживем как-нибудь добудем камень так три домика мы сделали я даже одианы не открыл еще охренеть конечно блин а че я я все забываю что у меня тут юниты могут качаться и этого в казарму надо поставить качаться о караван давайте посмотрим что он типа давать будет просто даже интересно что это делает так коника сюда перебросим достроиться стрельбище и коник будет блин нам нужно в кадеш когда стены стоят и короче стены с юнитом этой семьи дают минус к несчастью до вас дошли слухи что посол ханте поселилась в халебе где за ее мудрым советом уже выстраиваются очереди когда вы просите ее объясниться ханте заявлять что во дворце и никто не слушает поэтому она решила делиться мудростью с теми кто чтит слова старейшин так блин ты же посол и не место во дворце это должна там это затем наклонившись ближе на говорит вам несколько слов о ходе времени и концы света и добавлять слушай меня или не слушай то выбор молодых так я возведу памятник вашему наследию контролирует четыре чудо света опыт старейших незаменим амбицию контролировать 10 старых специалистов верно избавь меня от своего бреда я не могу это все выполнить к сожалению так давайте вот тут отремонтируем здесь делаем лесопилку есть стены а есть а кстати да не обязательно в центре надо на территории города стоять там есть вот минус один видите пишет защита юнита семьи то есть на территории города стоит юнит семьи поэтому в минус идет давайте этого в казарму переведем тут туевые леса тоже хочется переименовать до сэзи карфаген уже половину очков для победы набрал я тут я могу я вижу что могу здесь только амбиции если что победить насколько я вообще отстаю от всех ну перс кстати по силе такой же как я вот карфаген тут гораздо сильнее опа прикол неожиданно откуда-то прачник перцев прибежал вау ваша жена желает удовлетворить свои творческие наклонности и украсить дворец произведениями искусства да я думаю будем потакать прогуливаясь по дворцовым садам хатуссы вы слышите как ветер обдувает кроны деревьев шерестя густой листвой выбраться из дворца было правильным решением это всегда придавало вам бодрости и способствовало зарождению новых идей и стремлений опять мне амбицию пытаются втюхать открыть 80 процентов карты нет контролировать 9 соединенных друг с другом городов нет убить 20 военных юнитов ну вообще вот это возможно 26 лет всего лишь у нас тут войны постоянно идут что почему нет так ведем вот этого парня на защиту лусны так этого в барак а подождите он уже максимально прокачанный черт пошли в лусну опять его наверное зря зря ходил я не обратил внимание ведь он не подсвечен думаю чуть не подсвечена у него максим максимальный уровень у этого юнита так 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 Продолжение следует... Кстати, так можно чудеса очень быстро строить Мне надо бы, наверное, подумать, попробовать какое-нибудь чудо построить За счет того, что мы строители, я могу очень много юнитов сразу собрать Кстати, а что насчет вообще Чудо Иудейского, например? Блин, откуда-то взял, пробрался прачник, да, персидский? Ну охренеть! И начинает мне наяривать несчастье Блин, царь... Только я подумал, что он будет долго править Хрена Пьянчуга Ваш брат третьей очереди Пьянчуга Так, метафизику открыли, зашибись Это мы сможем архивы строить И синоды можем проводить Но у нас, в принципе, и так... Вот Одион и, наконец-то, надо открывать, я считаю Блин, бесплатная тяжелая колесница Ну а слишком мало науки Нового наместника надо выбрать Царица Блин, ну, рост будет меньше Но, с другой стороны, нам сюда некуда послать Давайте царицу назначим сюда И он еще и в гарнизоне стоит Видите, я его пропустил в гарнизон Ну, эти, глянем, какие-нибудь чудеса еще доступны Так, мавзолей Скажите, а где у нас А где у нас вот это здание, которое Ну, чудо иудаизма Это где-то открывать, что ли, надо Ну, не сразу доступно Ладно, у нас мавзолей Развитая культура Так, мавзолей Все юниты начинаются со стражей Все города плюс 40% культуры 1200 камня Мусеон 800 Камни 400 Дерево 50% Ну, в принципе, мусеон хотелось бы Наверное Как и акрополь Попробуем, короче Значит, дерево копить Попробуем Подводить туда все-таки Там, хрен знает О, Рим Иудаизм распространяет Молодец О, в поселок сейчас превратится Через один ход Еще вот в этих В городах этой семьи Городки быстрее в поселки превращаются Понимаете Вот для чего их надо тут ставить Быстрее Ладно, я хочу почему-то Скаутами побегать Положительное воздействие Недавно собранных благовоний По достоинству оценены Группы иудейских верующих Они хотят приобрести Весь урожай для своих церемоний Чтобы защититься от злых духов Но многие жители Хатуса Хотят использовать их В своей повседневной жизни Не Минус 30 несчастья Это всегда круто И у нас и так с религией Нормальные отношения Я помню, что мне Ну, предлагаю Я просто в прошлое прохождение Типа не треугольничком ставить А так вот немножко сдвинутым Зигзагом И все-то я уже привык Треугольничком И все, и ставлю треугольничком Все, я какой-то этот Треугольникофил Ну, типа там больше выхлоп культуры получится О, слава богу Больше не больной Из Рима предложение Ну, блин, почему Почему они с меня требуют то Чего у меня мало То есть они хотят, чтобы я им науку давал в ход Причем Сколько? Треть своей науки Четверть Четверть науки, блин Одну пятую науки Или цивиков Тоже одну четверть Ну, охренеть Так, царица станет Набожной Отлично Уже которую ночь гуляний Подходит к концу Оставляя казну без гроша Каких гуляний, интересно Не представляет Вечера без музыки Дорогих вин и угощений Ну как казну? У нас, блин, денег немерено Я попрошу царицу Умерить аппетиты Блин, а я же Грозился переключиться на Архивы, блин Ну тут форум надо достроить Караван два хода Тоже форум надо достроить И рыбака Ладно Все надо достроить Короче Блин, у меня тут копейщик стоит Ну охренеть О, я слепой Блин, чуть-чуть не хватило его добить Как странно Карта сгенерировалась Конечно Очень странно Ну там греки Христианство распространяют Да вы охренели Зачем? Зачем? Вы же потом, блин Крестовые походы Вот это вот все Скрепы Зачем? То ли дело Иудаизм Мирная религия Ростовщичество И Скрипичных виртуозов Штык Заметался Такое Видели? Вам доставляют послание От царицы Диатимы Заступницы из Греции Она обещает Обещает поддержать Вас войне с Персией Наши собратья по вере Не позволят Греции В одиночку сражаться С персидскими Ну если наверное Не позволят Хеттам Сражаться с персидскими Варварами Что ответит Диатиме На столь любезное Предложение Так Срочная транспорт О Плюс 9 приказов Мне металл нам точно Не нужен Еда нам точно Не нужна Топорщика Ну я бы Топорщика Получил Честно говоря Ну не знаю Мы Сейчас Сейчас у нас С приказами Вроде все Зашибись Ваши Придворные Пытаются Убедить царицу Консорта Умерить свои аппетиты Да Пускай отдаляется Танухеппа Ваша родственница И наместник В Хатусе Так Переговорщица Караван Мне не надо Егерша Лагерям и сетям Плюс 100% У нас там только Один лагерь есть Ну в принципе Давайте Егерша Ну там Всего один лагерь Вот тут Вот он Так Давайте Добьем О Из города Плюс 25 То что надо Поехали Архив Поехали Архив Или восстановить Сначала Блин Не архив Сначала И у нас Есть Жемчуг Жемчуг В какой Город Направим Седьмой уровень Плюс 7 Плюс 9 Наверно Наверно В халеб Он может Эти Строить Форты Ладно Буду пока Рудники Еще место Подгород Греция Держит Ну посмотрите Ни в чем Сеня Отказывает Ну конечно Прикол Мы появились То есть Греция Реально Вот здесь Ничего не может Заселить Вот это место Я у нее Отжал И Греция Вынуждена Вот по этому Северному Месту Селиться Ну вот Вот эти места Прикольные Если бы я Капаю Смог Забрать То по идее Ну блин Вопрос конечно К генератору Карты Честно говоря Но это просто Не дело Так размещать Честно говоря То есть Греция Без шансов Получается Лесопилки И пастбищу Плюс 50 Тут бы конечно Посадить То которую Мы на Сети Прокачали Возможно А кстати Тут уже Во В поселок Превратился И городок Через видите Плюс 30 Денег Ну конечно Тут с деньгами У нас вообще Не должно быть проблем Опять Налет Около Давненько Не было Да Диковинным Плюс 2 К харизме Давненько Не было Налета У Кадеши Теперь пишут Да вроде Ну ладно Тогда Наверное Уже в следующей серии Будем Отбиваться Я думаю Что Тутейши Способны У нас Будет Долго Править Это будет Действительно Долгое Правление И Надеюсь Запоминающиеся На этом все Спонсоры канала Продолжение Могут прямо сейчас Во вкладке Сообщества Глянуть Для всех Остальных Оно появится Завтра Спасибо Что смотрите Слава Украине Живи Беларусь И Россия Будет свободной Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер Спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео